Вполне возможно, о Мечеи ожидают и серьезные экологические проблемы. На этой неделе мусорный полигон в Надеждино в два раза повысил тарифы для трех компаний, перевозящих городские отходы. В их машинах стоят специальные уплотняющие устройства, которые прессуют мусор прямо в кузове. Так что из 40 кубометров получается 20. После выгрузки 20, естественно, снова превращается в 40. Перевозчики платить отказались. В итоге мусоровозы на свалку не пустили. Между тем, компании, машинам которых въезд на полигон теперь заказан, обслуживают несколько сотен жилых домов, школы и больницы по всему Левобережью. Ждать ли мусорного коллапса о Мечам из-за спора мусорщиков, знает Антон Парахин. Двор многоэтажки на улице Перелета. Отходы отсюда не вывозят всего один день. Баки уже полные. Не будет еще хотя бы дня три вывозиться мусор. Площадки просто будут завалены, соответственно, мусором. В геометрической прогрессии увеличится. Начнут крысы появляться, соответственно, будет коллапс. Узоровозы этой компании перестали заезжать в 80 дворов. В аналогичной ситуации еще 112 домов управляющей компании «Центр жилсервис». Коммунальщики поставили машины на прикол, потому что администрация свалки внезапно повысила тарифы в два раза. Работать стало попросту невыгодно. По повышению тарифов никаких объяснений не было. То есть никаких уведомлений в адрес управляющей компании к нам тоже не поступало. То есть, соответственно, мы работаем с перевозчиком своим. И на сегодняшний день проблема актуальна. Проблема существует, пока еще не разрешена. Камазы с отходами на Надеждинский полигон перестали запускать на прежних условиях в эту среду. Пропустить их сейчас готовы, но вместо 77 рублей за кубометр просят 110. Все дело в пресловутом коэффициенте уплотнения. Мусоровозы оборудованы пресс-плитами. С их помощью ТБО уплотняют. А значит, отходов получается больше заявленного объема. Следовательно, и платить надо больше, считает администрация полигона. Мы не можем вести достоверный учет, который непосредственно влияет на уплату всех непосредственных экологических налогов. В том числе влияет и на вместимость полигона, на его мощность. Таким образом, нами было принято решение ограничить частично автомобили, которые мы не можем понять, по какому учету принимается мусор, то есть завозится. И добавляют, изменилось законодательство. Ужесточились требования к учету принимаемого мусора. Компании-операторы отвечают, тариф был утвержден РЭК на три года, и введение коэффициента уплотнения неправомерно. Наша компания в рынке с 2010 года, и с 2010 года мы работаем по одной, скажем так, накатанной схеме. То есть вся техника была такая, она осталась. Все прессующие устройства, которые были в машинах, они как были, так и остались. Поэтому здесь ничего нового не произошло. Как все работали последние шесть лет, сколько мы в рынке, так все и работали без всяких изменений. Но почему-то сейчас компания, единственная причем, монополист компания по Омску решила, ну, по большому счету, я бы назвал, выкручивать руки просто операторам. На мой взгляд, решение все-таки не обоснованное с законной точки зрения. Я думаю, что это просто желание получить дополнительную прибыль. С такой ситуацией, когда между операторами по вывозу отходов и владельцами полигона возникали обоюдные претензии, Юрий Федотов уже сталкивался. Член комитета горсовета по вопросам ЖКХ уверен, в споре между предпринимателями может рождаться истина. Хорошо, когда они внедряют новые технологии, кто-то сортирует, кто-то уплотняет, это хорошо. Но между ними надо тоже, что правила игры были отрегулированы. Может быть, они все дадут скидку какой-то населению. Мы все с вами будем поменьше платить за счет того, что будет сортировка и будет сдаваться вторичное сырье, за счет того, что будет уплотняться. Ну, в принципе, для этого и нужна будет? Да, да, конечно. Поэтому не мешало бы, чтобы там поучаствовал в этом споре еще кто-то от населения или общества защиты прав потребителей, или общественные советы есть у нас при органах власти созданы, или даже депутатского корпуса кто-то. Власти к решению этой проблемы подключиться придется уже хотя бы потому, что в противном случае она в буквальном смысле сможет почувствовать ее на себе. Ведь этот контейнер, который расположен рядом с горсоветом, принадлежит одной из тех компаний, которые запретили ввозить отходы на полигон. Компании по вывозу отходов уже пожаловались в мэрию, правительство региона, министерство транспорта и ЖКХ, министерство природы, природоохранную прокуратуру, а также в антимонопольную службу. Эксперты не исключают, что разрешиться спор может только в суде. Сейчас въезд на полигон частично запрещен трем организациям, они обслуживают практически все дома Левобережья, а значит в ближайшие дни нескольким десяткам тысяч человек попросту некуда будет выбрасывать мусор. Антон Парахин, Алексей Попов, Омск. Здесь.